Оружие не только большая сила, но и не меньшая ответственность. Инспекторы отделения лицензионно-разрешительной работы Ивановского управления Росгвардии регулярно проверяют владельцев огнестрельных игрушек, тех, кто получил разрешение. На территории города Иваново проходит оперативно-профилактическая операция оружия. В рамках данной операции сотрудниками Росгвардии совместно с полицией проводятся мероприятия, направленные на проверки граждан, владельцев оружия, проживающих на территории города Иваново. А именно проверяют условия обеспечения сохранности оружия в соответствии с имеющимися у них разрешениями. Как правило, рейды проходят в вечернее время, чтобы застать хозяев дома. Владелец должен показать сейф для хранения оружия и боеприпасов и разрешения на каждый ствол. Также инспектор проверяет, нет ли доступа к хранилищу у других домочадцев. В соответствии с федеральным законом об оружии граждане обязаны хранить оружие в металлических ящиках, шкафах и в условиях, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ посторонних лиц к оружию. По этому адресу проживает бывший военный. Мужчина уже пенсионер, но страсть к оружию не потерял. Он теперь охотник. Дома хранит целый арсенал. На каждую из винтовок у мужчины есть официальное разрешение. К хранению претензий у инспекторов также не возникло. Однако содержание сейфа удивило росгвардейцев. И отсутствие лицензии на стартовый пистолет – это лишь верхушка айсберга. Среди прочих оружейных запасов сотрудник лицензионно-разрешительного отдела обнаружил несколько пачек патронов, совсем не охотничьих. Вот этот данный патрон у нас просто калибра 7,62х39 с оболочной пулей. Вот этот патрон у нас с трассирующей пулей. Трассирующей, а не дружко трассирующей. И вот этот данный патрон у нас со смещённым центром тяжести. Данные боеприпасы запрещены в гражданском обороте. Владелец боеприпасов оправдывается. Остались от военной жизни. Лежат, каши не просят. Подумывал сдать государству. До руки не доходят. Сейчас мне они абсолютно не нужны. Потому что сейчас идут другие. Сейчас патрон, он идёт, разрывается. То есть это пули пробивного характера. Они остались. Вот я хоть сейчас дам их, пожалуй, без проблем. Хоть и по незнанию, но охотник совершил серьёзное преступление. На место приезжает следственная оперативная группа. Противозаконный арсенал описывают. Следовательно, считали порядка 200 запрещенных патронов. Теперь, как у Хемингуэя, прощая оружие. Находку изымают. Она подлежит уничтожению. А судьбу владельца боеприпасов, вероятнее всего, решит суд. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.